Вот, оказывается, после завтрака нас ждал наш модный приговор, мы вот нарядились в платье, нас накрасили, собрались и поехали в отель. Мы сейчас в отеле, не то чтобы сразу так вот, да, и к делу, но вечер еще только наступим, а что меня ждет, я пока еще не знаю. Девчонки все уже отстрелялись, я вот сижу, жду своего Антонио, который, видимо, задерживается очень, и я сижу и жду своего кувалера, в общем, так получается. Не знаю, почему мы в отеле, но как бы тут бояться ему надо, не в нем, поэтому ждем. Но я думаю, что мы с ним либо куда-то пойдем что-то посмотрим, либо какой-то ужин будет, вот у девочек был ужин, такой своеобразный, скажем так, с какими-то изюминками в наших кавалерах. Какая изюминка в моем кавалере, я еще не узнал, нам не дали пообщаться, и тут пообщаться вот после испытания. У меня свидание с мужчиной, у меня от этого живот сводит, честно сказать. У меня была вообще истерика с платьем, мне дали сначала одно платье, я его одела, и у меня разошелся замок, разошелся замок вплоть до самой попы, я вот так вот суетила платье и подержала в комнату. Потом мне дали очень стромное и некрасивое бархатное платье, оно было в пол, оно было фиолетово цвета, очень прям это. Потом мне дали красное платье вот с таким вырезом, с квадратным таким, короче, ну очень некрасивое оно такое, типа, в пол было. В итоге я там Олю, костюмера нашего, мне кажется, задолбала вообще. У меня там такая истерика была, что она мне принесла уже все платья, которые только были, я выбрала вот это, это самый оптимальный вариант был, все остальные то большие, то маленькие были, вот, да.